Dog Against Gravity в Польше, Лейпцигский фестиваль, Марсельский фестиваль, Ихлава или Джихлава в Чехии и Визион Дуриэль в Нионе из Швейцарии. То есть это самые основные европейские кинофестивали. Эти фестивали всегда ищут хороших, сильных авторов. В цель фестиваля также входит создание платформы для встречи из индустрии документального кино и создание определенной программы для представителей документального кино. Одна из программ посвящалась, например, профессии, профессии продюсера или профессии режиссера документального кино. Если мы обратимся к фестивалю Визион Дуриэль, это совершенно дивный фестиваль, очень хорошая программа у них. У них есть замечательный совершенно питчинговый форум, который проходит на регулярной основе. У всех этих фестивалей есть нечто общее. То, как они работают с профессиональными документального кино. У нас, как в Док-Алайнса, есть разные проекты. Как правило, фестивали соревнуются за премьеры. Но один раз в год все представители фестивалей собираются вместе и обсуждают свои дальнейшие планы. Эта встреча, пожалуй, самая важная, определяющая встреча. Одна из таких встреч – это выбор семи фильмов, семи документальных фильмов. И каждый из фестивалей предлагает свой фильм. Потом эти фильмы путешествуют от фестиваля к фестивалю. То есть фестиваль выбирает какой-то фильм и дальше продвигает его на другие кинофестивали. Последние 2-3 года мы решили, что именно фестиваль в Лок-Арно особо важен для нас. Это один из примеров наших мероприятий, которые проводятся офлайн, то есть не в прямой сети. Вот фильм, который мы выбрали в качестве победителя в этом году на фестивале в Лок-Арно. и особенно зато при помощи земли. Тихо, планиру! Возвражение! Возвращение! Г With that! Один, два, три, один, два, три, один, два, три. Это фильм о курдских женщинах, которые борются с Итисом. На ИГИЛ, на границе Турции и Ирака. Фильм очень сильный. Как раз такой фильм нам и был нужен. Я хотела бы показать еще один отрывок фильма, который мы продвигали, который Док Алайнс продвигал. Очень надеюсь, что мне удастся вам показать отрывок целиком. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Это фильм «Маэста. Страсти Христовой». Снял Анди Гариф. Это адаптация полиптифа XIV века. Мы уже видели соответствующие сцены, где перспективы нет. То есть это как раз презентация картины. Такой фильм мы тоже продвигали. Давайте вернемся обратно к презентации. Кулистан получил приз, как выбор Док Алайнса. Вот проект, который посвящен образованию. Большинство кинофестивалей разработают с образовательными программами. Поэтому мы объединили воедино все образовательные мероприятия, которые создавались на фестивалях, и создали некий зонтик. То есть это направлено специально для преподавателей как университетов, так и средних школ. Все эти методологии, документальные фильмы можно спокойно загрузить и использовать в своей работе. Возникает вопрос, как вы можете создать общую методологию для преподавателей из Дании и преподавателей из Польши, например. Но это остается вопросом, потому что проект есть проект. Проект этот поддерживается Creative Europe, инициатива Еврокомиссии. Итак, организация Док Алайнс. Самый важный и самый видный проект – это платформа «Док Алайнс Филмс». Эта платформа существует уже в течение 10 лет. Самая важная цель создания этой платформы была создать мост между фестивалем и продвижением кино, между фестивалем и зрителями. Если в фестивале 200-300 фильмов в программах, только небольшая часть этих фильмов будет предоставлена для зрителя, будет в прокате. Мы решили эти фильмы выложить в интернет, потому что устроить какой-то бизнес модель было совершенно невозможно. Процесс был, конечно, ужасно долгим, начинать было сложно, но сейчас мы видим, что, так как интернет – это очень важный канал дистрибуции, канал дистрибуции и способ достучаться до аудитории. То бишь, к сожалению, не создание статьи доходов, а только канал связи со зрителем. Вот профиль фильма. Это последний фильм Сергея Лосницы. Материал из архива. Здесь можно почитать краткое содержание фильма. Можно выбрать формат, в котором вы будете смотреть этот фильм. Также есть возможность разного рода загрузки этого фильма. Совершенно необязательно смотреть на маленьком экране. Если у вас есть проектор, то можете посмотреть на большом экране у себя дома. Мы предлагаем контекст вокруг этого фильма, как то – эссе, анализ, интервью. Мы запускаем в январе новый веб-сайт, поэтому, может быть, то, что вы видите, картинка немножко изменится. Что мы представляем? Самое важное для нас – это полная свобода. То есть можно представлять какие-то политические некорректные мнения, политические корректные мнения. Все, о чем вы хотите поговорить, пожалуйста, вы слышите. Вот некоторые кинорежиссеры, которых мы представляем. Пожалуй, вы всех из них или большинство знаете. Конечно же, Виктор Казаковский, Лозница. Я думаю, что вы всех знаете. Это я просто выбрала, чтобы показать вам. Как мы работаем? Мы, как правило, представляем мероприятия в режиме фри-стрим. Но Чехия – это все-таки не совсем Запад, не совсем западная страна, к сожалению. Поэтому не все можно показать в режиме онлайн. Мы решили, что если прибыли никакой при использовании интернет, то, по крайней мере, мы сообщим о себе. И мы решили выложить фильмы без всякой платы. То есть можно бесплатно посмотреть фильмы. Мы долго говорили с правообладателями по поводу прав. В итоге у нас есть ретроспективы фильмов. Фильм можно смотреть в течение двух недель, одной или двух недель. Смотреть можно и любой страны мира. В течение этой недели или двух недель. Мы поняли, что если бы… В зависимости от фильма, конечно, этот фильм могут посмотреть 10 человек, могут посмотреть 20 человек. То есть немного. То есть то, что мы делаем, это некий способ продвижения документального фильма в общем. то есть предоставить людям возможность открыть для себя жанр кино, документальное кино. Конечно, лучше, когда фильм смотрится в кинотеатре, безусловно, чем на экране компьютера. Но если нет возможности посмотреть в кинотеатре, то мы предоставляем хотя бы такую возможность. Виктора мы уже пригласили в Прагу, организовали онлайн-ретроспективу. Таким образом, его фильмы могли смотреть из разных уголков мира. Но важно, что мы пригласили его с самым последним фильмом в Чехию, организовали мастер-класс. Мастер-класс тоже был в режиме фристрима. То есть мы предложили все. Во-первых, есть режиссер. Во-вторых, есть его более старые фильмы в режиме онлайн. Но чтобы посмотреть новый фильм, необходимо было отправиться в кинотеатр зрителю. Также мы предложили day-in-date релиз в случае, если зритель находится не в том городе, где фильм предоставляется для показа в кинотеатре. Вот пример того, как мы работаем и как, как нам кажется, следует работать с фильмами, потому что мы понимаем, что место фильма в кинотеатре, но при этом нужно создать какие-то другие дополнительные возможности для публики, для того, чтобы они могли познакомиться с фильмом. То есть открыть глаза людей, которые, может быть, никогда не слышали о Викторе Казаковском. Но мы работаем не только с очень известными кинорежиссерами, но и со студентами. Мы всегда ищем новые таланты. То есть на одной платформе вы можете найти и маститых режиссеров, и новичков. Анис Варда была совершенно замечательным режиссером для нас. То есть вся наша деятельность стала мгновенно совершенно популярной благодаря этому режиссеру. Мне много... Я могу много о чем поговорить сегодня, но... Я хотела бы сказать, что в ВОД я неэксклюзивный контракт никогда не предлагаю. То есть контракты неэксклюзивные. Возможность биоблокинга. То есть в некоторых странах нет возможности посмотреть фильм. И это, в принципе, подрывает идею, что интернет открыт для всех. Мы понимаем, что чем более известный фильм, чем более популярный фильм, тем сложнее посмотреть его в режиме онлайн. Очень часто бывает так, что небольшая группа дистрибуторов покупает все права на фильм. А многие из этих дистрибуторов в ВОД даже и не работают. То есть фильм у них, но они хотят все права на всякий случай. То есть индустрия непростая, и работать нам становится тяжелее и тяжелее, потому что документальный фильм переживает рассвет. В принципе, это хорошо для индустрии, но нам тяжелее и тяжелее становится работать, когда фильмы завоевывают успех. Но опять скажу, что наша работа становится более сложной, когда фильм становится известным на разных фестивалях. так выбираете формат. И в общем, это тоже для нас неплохо, особенно если вы заключаете контракты с ВОД-платформами. И, допустим, есть у нас фестиваль в Швеции, который интересуется вашими фильмами, вашим фильмом. И вы их спрашиваете, ну, допустим, давайте, может быть, мы блокируем Швецию, не будем Швеции подказывать, потому что у фестиваля могут проблемы возникнуть с показом. И это может нам помочь избавиться немножко от страха перед выведением фильма в онлайн. Сколько я могу заработать на этом? Что я буду с этого иметь? Классический вопрос, который связан с любыми панельными дискуссиями по вопросам ВОД-платформ. Ну и, конечно, заработать можно много, однако, что мне обычно отвечают в этих ситуациях, сколько вы заработали в оффлайне? И вот здесь было очень много мечтаний и фантазий о том, как продавать фильм через интернет, однако необходимо включать этот момент в стратегию или на какой-то стадии. И если вы хорошо позаботились о своем фильме при дистрибуции его в оффлайне, то и получите позитивную реакцию при дистрибуции в онлайн. Но онлайн-дистрибуция, вы, конечно, не берете ее из воздуха. Это часть вашей деятельности и энергии, которую вы вкладываете в фильм. Что может мне дать интернет? И как не разочароваться, не получить разочарование от онлайн-дистрибуции? Ну, расскажу вам немного о своем опыте. Посмотреть замечательная картинка такая. Я думаю, что 24 ДОК тоже очень часто публикуют картинки из фильма «Визит», «Посещение». Возможная встреча с вселенским разумом, с космическим разумом. Но это не научно-фантастический фильм, это фильм, связанный с тем, кто мы такие, как мы себя воспринимаем, как мы стали рассказывать о себе представителям внеземных цивилизаций. И мы делали премьеру этого фильма и организовали очень интересное такое событие онлайн, допустим. и помимо этого мы также представили фильм в интернете и мы предлагали этот фильм для стриминга бесплатно и просили сделать донации, просили сделать пожертвования. И это, конечно, все очень симпатично. с такими фильмами можно хорошо вести речь и работу. И, допустим, мы можем почитать количество просмотров этого фильма и посмотреть, насколько широко вы собираетесь дистрибуировать этот фильм, где вы его будете распространять. А потом вы прекращаете, потом вы эту деятельность прекращаете и, допустим, делаете фильм доступным только через кинотеатры и прекращаете онлайн дистрибуцию. И вот здесь все очень гибко, фильм презентовать можно по-разному, правда, большинство из этих техник вы и сами применяете в своей деятельности, просто необходимо это все как-то увязать с работы интернет-сервису. Кроме того, что касается Майкла Мэдсона, мы делали интернет-трансляцию его мастер-класса в живую и, кроме того, делали стриминг в старых фильмах. То же самое проводили с Джон Франко Рози, который получил награду Берлинелле за свой последний фильм «Омаре» и в Венеции за фильм «Сакругра». «Сакругра» это фильм, который, дистрибуцией которого мы занимаемся. И это фильм, который для чешского народа, ну, вроде бы, как ничего интересного в этом фильме нет. Фильм весь про Рим, но фильм настолько красивый, настолько интересный. это не портрет какой-то знаменитой фигуры, это не специально какой-то застроенный фильм. Но, тем не менее, фильм красивый, хотелось бы сделать его доступным для аудитории. Мы стали думать, каким образом это сделать и подтянули показ этого фильма к мастер-классу. таким образом вы можете выходить на аудиторию, напоминать аудитории о том, какие фильмы уже существуют, о старых работах тех или иных режиссеров. Потому что, действительно, для той аудитории, которая путешествует от одного фестиваля к другому, очень важно знать, какие были ранние фильмы существуют. Есть большое разнообразие контента, которые можно продвигать. Это и образовательные какие-то программы мастер-классы, интервью, и фильмы, получившие награды на Венецианском фестивале. Еще один момент, который очень хорошо, очень эффективен, это размещать фильмы в сети и как можно скорее, без пропедления. Потому что необходимо использовать медийный резонанс от фильмов. и, конечно, это, что называется, каннибализирует аудиторию, как многие говорят, это съедает аудиторию. Мы так не считаем, по нашему опыту этого не происходит. в Чехии проживают 10 миллионов жителей, и до 10 тысяч зрителей приходят смотреть документальные фильмы в кино, и если вы проводите стриминговые, бесплатные стриминговые мероприятия, то ваша аудитория моментально подскакивает до 35 тысяч. Это вот к вопросу об онлайновой дистрибуции. Она содействует все-таки росту аудитории. Ну и, наконец, для нас, как дистрибьюторов, конечно, важно разместить фильм на максимально большом количестве платформ. И здесь вы, допустим, заработаете 15, здесь 20, здесь 150. И таким образом мы работаем с 5-10 платформами и оформляем с ними контракты. Ха-ха. И, конечно, даже после приобретения прав телевидения мы какие-то деньги получаем за просмотр этих фильмов. SVUD это один из наших форматов подписка. Таким образом, это тот же модель, которой пользуется Netflix. Платформа, с которыми мы взаимодействуем, Sundance Dog Club. еще одна симпатичная платформа это Tank, только что была запущена во Франции. Дальше вот это сервис так называемый. Это сервис третьих сторон, третьих лиц, что называется, который передает фильмы телеканалам. Это Hulu, Voodoo, YouTube, Google Play, ну и так далее. Можно заключить контракты с агрегаторами, и это очень хорошо для вашей компании. и это компания, которая подписывает с вами контракты, и вы можете с ними связаться, выйти как продюсер, допустим, через iTunes. Ты вот транзакционная вывода платформа, различия между подпиской и транзакционным вывода форматом состоит в том, что транзакции лучше работают для малоизвестных фильмов, они дают нам возможность открывать фильмы слишком раскрученные, и а это для нераскрученных фильмов лучше работает, ты вот для фильмов, которые имеют хороший опыт маркетинга, довольно известная аудитория. Фильм Ду очень хорошая британская платформа такого типа, которые предлагают также игровое кино, есть Flim это австрийская немецкая платформа Universion, AdWood, это рекламная ВОД, вы предлагаете фильмы для стриминга, и они таким образом позволяют генерировать определенные доходы, и это сервис типа ВМО, есть сервисы типа ВМО, разумеется, мы занимаемся продвижением, продвижением и продвижением, чем интересен интернет, вы можете скопировать плеер, предложить этот плеер своему медийному партнеру, это совершенно другая психология взаимодействия, работы с фирмом, еще интересный формат, это Distrify, что называется, это платформа, Distrify, на которую вы можете выложить фильмы с плеером и скопировать этот плеер на другие веб-сайты, Таким образом, интернет, как вы видите, распространяет вещи, это модель, которая служит для распространения, распыления информации, информации, то есть, мы предлагаем, у нас есть медийные партнеры, которым мы предлагаем ретроспективы фильмов и онлайн события, которые мы представляем, и тем самым они могут предлагать контент и на своих веб-сайтах. Допустим, вы знаете, как сложно получить критику, критические какие-то отзывы о фильмах, рецензии на фильм для своего веб-сайта, и разумеется, при таком формате работы больше возникает мотивации для того, чтобы проводить стриминг фильма, для потока воспроизведения. И мы хотели познакомить вас немного с методами своей работы, рассказать о возможностях других платформ. кинофильм. И мне кажется, что это так же важно, как распространять кинофильмы через фестивали, через кинотеатры. Это применимо, в общем-то, в особенной степени к арт-хаусному кино. И мы всегда считали, что наша платформа позволяет продлевать жизнь фильмам, и все больше и больше она начинает напоминать параллельный канал дистрибуции. И если вы через месяц поймете, что ваш фильм не приносит никакой прибыли, то необходимо принять решение, что вам собственно нужно, нужна ли вам прибыль, нужна аудитория, и соответствующим образом модифицировать свою стратегию продвижения фильма в интернете. И вы должны выбрать нужный момент, должны выбрать нужное место для организации свободных бесплатных скринингов. на нашей платформе мы организуем мастер-классы, вы можете посмотреть фильм Эль Сикарио «Преступники, который убил больше 100 человек», фильм Джон Франко Ройси, совершенно сюрреалистическая история, 81 минута, и вы слышите голос этого человека, 66 сцены из Америки, немножко открыточного такого формата фильм, если вам нравится экспериментальное кино, так, австрийский режиссер Петер Черкасский, инструкции для световой машина. Спасибо вам большое. Я большой фанат Докэлайонса, поэтому, когда я преподаю студентам, я всегда говорю, подписывайтесь на Докэлайонс, это всего лишь 4 евро в месяц, это же ничто. для новичков в документальном кино это замечательная возможность посмотреть исторические фильмы, кроме всего прочего. Вы говорили 66 американских сцен, я об этом фильме уже много лет назад слышал, то есть вы выкладываете классику, но также можно посмотреть и новые фильмы с помощью вас. Прекрасно, я всегда рекомендую вас, есть ли какие-то вопросы из зала, вопросы к Диане по презентации, есть ли что-нибудь, что бы вы очень хотели узнать, что-нибудь важное? Наверное, я настолько в деталях рассказала, поэтому нет вопросов. Мне очень понравилось, что вы показали нам просто все платформы. Диана, во-первых, очень и очень интересно, содержательно. Много для осмысления есть, но интересно задать вопрос, который я совершенно не знаю ответа, может быть, вы поразмышляете или знаете точно ответ. Есть смысл авторам, прообладателям аккумулировать на одном каком-то очень большом ресурсе или сотрудничать с разными ресурсами, которые занимаются таким или аналогичным донесением с точки зрения дистрибуции, с точки зрения донесения до аудитории? Хотя, честно, я поиграла в эту штуку. Интересно. если у вас есть время, то свяжитесь с огромным количеством платформ. Лучше, чем раньше вы начнете эту работу связываться с платформами, тем лучше сотрудничество с платформами. Надо сотрудничать с платформами, которые вам нравятся, которые вам подходят, на ваш взгляд, с теми платформами, где вы можете задать вопрос, а как вы продвигаете фильм? Подойдет ли этот пиар для моего фильма? Как они продвигают фильмы? Есть ли у них какие-то социальные инструменты, участвуют в социальных сетях? То есть задайте эти вопросы обязательно. Если вам нравится эта платформа, если вы считаете, что она предоставит хороший дом для вашего фильма, то да. Док Алиенс есть еще пара созданий, как мы, которые помогают как создателям фильмов, так и публике посмотреть фильмы. Чем больше платформ, тем лучше. Это замечательно, потому что таким образом вы получаете зрителя. С деньгами, конечно, хуже, но ведь нет же денег. Мы уже говорили, что документального кино денег нет. Спасибо, Туэ, что еще раз об этом напомнили. Конечно, с каждым годом наши доходы растут. доходы от документального кино, потому что мы работаем лучше и лучше. Документальное кино снимается все лучше и лучше. Ну, конечно, психология должна быть другой, когда вы решаете купить билет или не купить. Вы покупаете билет, сидите в кино. если вы выходите онлайн в сеть, видите фильм, прогугливаете, у вас одна ссылка, другая ссылка, третья. то есть онлайн гораздо тяжелее получить зрителя и заставить этого зрителя потратить деньги, потому что платформ безумное количество предложений, большое количество сюжетов, большое количество фильмов. То есть тяжело, конечно, но еще раз повторюсь, что доходы растут даже в нашей индустрии. Но самое главное, что это, конечно, замечательный инструмент, для продвижения фильмов. Это в первую очередь. А Netflix, HBO, они как-то меняют пейзаж? HBO меняет, конечно, пейзаж в том плане, что у них есть эксклюзивные проблемы. там немного сложная ситуация для продюсеров, потому что у HBO есть эксклюзивные права на определенные территории, и там продюсеры вынуждены продавать только HBO, потому что не имеют права продать никому другому. но с другой стороны, у них никогда не будет такого контента, который есть у нас, у Doc Alliance, например. они продают DVD, заработали много денег, продав DVD, потом поняли, что очень дорого отправлять фильм по почте, поэтому они тоже переключились на режим онлайн. Но это совершенно в другую степь я ухожу, если я говорю про HBO, про то, как они меняют пейзаж, но пейзаж меняется прежде всего таким образом, как люди осуществляют покупки в режиме онлайн. Но если вы продаете фильм Netflix, то тогда вы зарабатываете деньги. Не уверена, всегда ли так. Я не знаю никого, кто продавал фильмы Netflix. Но в любом случае, деньги они получают, неплохие деньги. Есть еще какие-то комментарии? Может быть, какая-то реакция на доклад? На доклад Дианы? Похоже, что нет. Полагаю, что мы приближаемся к концу. Большое спасибо, Диана, за прекрасную презентацию еще раз. Мы подходим к концу нашей конференции. Очень тяжело закрывать конференцию, поэтому я попрошу Виктора сказать несколько слов. Вы организовали замечательную двухдневную конференцию. Деньги пришли от нас, от северных стран. Организатор вы, поэтому выходите, пожалуйста. Да, немного печально закрывать конференцию, потому что мужественные, интересующиеся дождались финала, и это очень приятно. я очень рад, что все-таки есть конференция не зря была организована, есть люди, которые этим интересуются, кому это интересно, нужно, и надеюсь, что все вы тем или иным образом начнете на практике воплощать то, что услышали, и надеюсь, что знакомство с партнерами нашими из Скандинавии оно расширится, и все-таки вы начнете в будущем и переписываться, и связываться, и, возможно, какие-то совместные проекты придумаете, потому что документалисты, как мы сегодня в течение даже не сегодня, двух дней видели, это люди такие солидарные, и нам просто по-другому не выжить и не удержать это замечательное явление документальное кино. Я бесконечно благодарен всем спикерам, друзья, коллеги, что вы нашли возможность приехать. Ваши доклады были потрясающе интересны, и я думаю, что выскажу общее мнение с русской стороны. Мы узнали много нового для себя, что очень важно, очень важно. Мы, конечно, находимся в несколько другой стадии развития, но по целому ряду причин, поэтому вот такие конференции и такой обмен опытом, он крайне важен. Я думаю, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться, потому что мы начинаем понимать друг друга, у нас появляются общие технологии, то есть у нас появляется уже действительно общая профессиональное поле, это очень хорошо, это очень здорово. Всех благодарю за участие, успехов и удачи всем нам. Спасибо. Конференция закрыта. Спасибо. Спасибо. Спасибо.